Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Жанна Фетисова, и сегодня мы с вами поговорим об очень и очень бюджетной косметике, которую я вообще-то не планировала даже приобретать. Это будет декоративная косметика Golden Rose. Я не пользовалась этой косметикой, почему я ее приобрела? Вот такой вот мешочек, тут много всего. Я она зашла в торговый центр, в котором маленький магазинчик с косметикой закрывался на ремонт или вообще съезжал, не очень поняла. Но они распродавали, просто вот раздавали, возьмите, возьмите, подарок за покупку и так далее и тому подобное. Уже она совсем дешевая косметика, но оказалось еще и еще дешевле. То есть вообще все в районе 100 рублей. Об этой косметике сейчас очень много говорят. Говорят о том, что они сменили состав, они сменили упаковку и начали производить свою косметику на очень хороших заводах. Давайте проверим, так ли это. И протестируем с вами все цвета. Вначале я буду вам их показывать вот так в камеру. И далее я покажу вам все цвета в приближенном, прям очень близком варианте. Я постараюсь сделать хороший свет, чтобы вы очень хорошо все видели. Значит, первый карандашик Golden Rose Eyeshadow Crayon Waterproof. То есть водостойкий карандашик, вот такой. Он белый. Он точится, то есть хотя кажется, что вроде бы он должен выкручиваться, но на самом деле, как вы видите, нет. Вот так он выглядит, вот его название. Он абсолютно белый. И для чего я покупаю такие карандаши? Во-первых, их можно нанести под бровь, вот сюда, вот в уголочек глаза и подвести в водную линию. Давайте попробуем. Я не могла там их попробовать. Как вы понимаете, новые средства не дают пробовать. То есть это не люксовая косметика и пробников каких-то тестеров там нет. Карандаш, как я вижу, сильно перламутровый. Может быть попробовать во внутреннюю линию нанести. Давайте попробуем на водную линию. В принципе, вот смотрите, на водной линии он смотрится, по-моему, неплохо, да? Как вы считаете? К тому же все такие карандаши на водной линии, поскольку там слизистые, они очень быстро впитываются. То есть частично смываются слезой, частично впитываются. Поэтому я думаю, что вот этот карандашик, ну жаль, конечно, что его нужно точить. Ну и стоимость, как вы понимаете. Я не могу сказать реально, я не знаю, сколько они стоят реально. При закрытии стоимость была что-то в районе 50-70 рублей. Поэтому не могу вам сказать, сколько они стоят. Если вам что-то из этого понравится, посмотрите, пожалуйста, поищите на их официальном сайте. Посмотрим следующий карандашик. Так, и это тоже тени, Golden Rose, Glitter. То есть приятнее это будет что-то такое блестящее, нет, кстати. Это не такое уж и блестящее. Вот этот цвет мне нравится больше, он рядом с белым. Я надеюсь, вам видно. Вот он. То есть он фактически такой золотистый, переходящий в медь. Мне нравится такой цвет. Хороший, приятный цвет. Если я думаю воспользоваться им в качестве теней, на подвижное веко наносить, то будет неплохо. Я взяла вот такие вот светлые, темнее и темнее. Этот вариант, и это совсем такой коричнево-медный, вот такой цвет. Мне нравится. Все карандашики поближе и вместе с номерами. Тени номера 57, 01 и 14. Следующие три карандаша, это карандаши для губ. Я использую такие карандашики для подведения не просто контура, но и наношу полностью на все губы. Обычно это увеличивает срок службы помады, это во-первых. А во-вторых, они могут быть использованы в принципе как самостоятельное средство. То есть вы можете даже не носить с собой помаду, которая, кстати, в жару может расплавиться. Давайте попробуем эти три карандаша. Называется эта серия Dream Lips Lip Liner. Вот такая. 512 розовый, нюдовый. Ооо, очень красивый карандаш. Посмотрите, цвет шикарный. Я считаю, мне просто повезло. Если он не будет сушить губы, я буду просто счастлива. То есть вот именно вот такие карандаши я как раз наношу на всю поверхность губ. Номер 506. Номер 513. Ну, отлично. Тени и карандаши мы разобрали. Теперь будем говорить о помадках. И я приобрела две помады из одной и той же серии. И две из другой. Всего 4. Golden Rose. Ultra Rich Color. То есть такой богатый, насыщенный цвет. Липсик с витамином Е. Вот так они выглядят, этой помадки. И это номера 21 и 45. Сейчас покажу вам 21. Он сейчас у меня на губах. Я же быстренько нанесла, чтобы вы могли убедиться и посмотреть, какой этот цвет. Действительно очень богатый, очень яркий цвет. Он немножко дуахромит. Он дает вот такой вот оттенок синевы. То, что сейчас популярно. Такой металл. Металл, металлик. Вот так он выглядит на руке. Вот этот цвет. Это 21. Покажу поближе тоже. И вот это 45. Он, как вы видите, уже более такой нюдовый. Вот он. Он тоже дуахромит, но он нюдовый. Ощущениям на губах. Специально ее нанесла для того, чтобы передать вам ощущения. Они очень кремовые. Реально очень кремовые. У них практически нет аромата. Кстати, кто-то говорил, что Golden Rose иногда имеет аромат каких-то старых таких духов, которые мне очень нравятся. Вот сейчас, видите, вышли новые серии, в которых нет аромата. То есть, есть натуральный какой-то такой глицериновый аромат, но это уже аромат составляющих. Тут уж, извините, никуда не денешься. Они чем-то, но должны, хоть какой-то запах, но у них должен быть. Итак, это серия вот Ultra Rich с витамином Е. Ну, витамин Е это обновляющий, да, такой уход для кожи. Отшелушивающий, обновляющий, то есть фактически это уходовые средства. Мне это очень нравится. И вторая серия помадок от Golden Rose. Это вот такая вот, со скошенным верхом, вот так, помадки. И это тоже серия с витамином Е. Вот так выглядит упаковочка, уже более такая золотая, яркая. Видите, такой выгнутый носик. Давайте пробовать. Другая рука. И тоже Duochromant, вот эта помадка. Да, но она, она уже такого, она уже уходит в такой сливово-розовый цвет. Ее здесь довольно много. Очень красивый цвет. Опять же, они очень мягкие, прям такие вкусные такие, я бы сказала. И вторая, опять же, более нюдовая, да, то есть я подбираю по принципу одна яркая и одна нюдовая из той же серии, чтобы можно было как-то, может быть, даже миксовать, делать свой собственный цвет. И вот тут я чуть-чуть ошиблась, да, с цветом, она все-таки больше такая оранжевая. Выглядит она чуть-чуть, согласитесь, да, не знаю, как передает камера или не передает, по-другому немножечко. Вот она. Может быть, на мне будет выглядеть неплохо. Единственное, но все помады с таким медным оттенком и оранжевым оттенком, они жилтят в ваши зубы. Невей, мицеллярной водой, три в одном, снимаем. И, кстати, посмотрим, насколько они стойкие. Снимаются неплохо. Какой-то очень сильный цвет на губах не оставляют. Когда остается сильный тинт на губах, мне не очень нравится. Потому что иногда приходится перенанести какую-то помаду в течение дня. Например, матовые мне очень сушат, поэтому я могу в процессе дня стереть матовую помаду и нанести, например, какую-то другую помаду, которая будет более увлажняющей или блеск. Это такие кремовые помады, которые легко снимаются, но специальным средством, естественно. И которые, если они съедаются, то они съедаются как-то так интеллигентно, не пятнами. Да, ребята, она оранжевая. Вот такой цвет. Не знаю, может быть, некоторым нравится. Такой немножечко морковка. И остается на зубах. И цвет зубов, конечно, меняется в более желтый. Видите? Ну, не знаю, может быть, для лета вполне возможно, что она будет хорошо смотреться, знаете, когда? На загорелой коже. Такой немножечко отцвет. Да? Синеватый. Он не сильно заметен на губах, но он такой не просто оранжевый цвет, а он такой более богатый оттенок. Поэтому, если у кого-то очень хорошая такая загорелая кожа, кто-то уже успел съездить в отпуск. Ну, я, например, просто в принципе не загораю. Даже если я в отпуске, я берегусь от солнца и загораю, словно загораю в тени. Вот. И те, кто уже съездил в отпуск и имеют хороший такой красивый загар, я думаю, что, в принципе, вот эта помадка будет неплохо смотреться. Это помада 45 и 21 с витамином Е. Помада 134 и 151 с витамином Е. Это румяна Silky Touch Blush On от Golden Rose. И это, это, это номер 203. Так они выглядят. Довольно неплохая коробочка. Здесь даже есть какая-то массюсенькая кисточка. Ну, такими кисточками, тем более такими довольно жесткими, я, естественно, не пользуюсь. Ну, и, как правило, в недорогой косметике кисти не очень хорошего качества. Есть, конечно, исключения. Ну, вот я их чуть-чуть протестировала. Оттенок, в принципе, неплохой. Он такой с рыжинкой, но, но, но. Но он вот такой вот на пальчике. То есть, если правильно наносить, он имеет такой сатиновый финиш. Сейчас, может быть, не очень видно в камере. Вот если его так немножечко растереть, он начинает так поблескивать. То есть, опять же, под загар. И вот, перепуталась зеркал. Под загар. И вот с этими вот красятся. Зубки красятся. Чтобы они не красили, сделаем так. Лишнее снимается. И, в принципе, вот с этой вот помадкой, если их немножечко как бы вот... Давайте попробуем нанести. И растереть. Конечно, они сейчас вот нам не рыжат, да? Потому что я совсем беленькая. Если у вас есть уже такой более-менее заметный загарчик на коже, то вот с этой помадой вполне, вполне такой вот персиковый оттенок будет хорош. Я, наверное, дождусь какого-то, ну, более-менее загара, который все равно, естественным образом, такой желтенький подтон у меня появляется. И потом уже буду использовать эти румяшки. Так, румяна Silky Touch Blush on Golden Rose в оттенке 205. Давайте сделаем вывод. Карандашики тени замечательные, мне нравятся. Все оттеночки вы видели вблизи. Я обратила внимание на компанию Golden Rose только из-за карандашей для губ, потому что очень многие балят именно вот карандашики и помадки. И, соответственно, три помады мне нравятся точно. Особенно радует то, что они все с витамином Е, да? Это уходовый компонент, он мне очень нравится. У них красивые коробочки, то есть они не дешевые коробочки. Действительно, они, видите, сменили упаковку, и раньше у них была более дешевая упаковка. Сейчас красивый пластик, он, конечно, легенький, но, в общем-то, я и люблю как раз носить легкую косметику в своей сумочке. И каждые 100 грамм, поверьте мне, когда ты весь день на ногах, когда ты весь день занимаешься чем-то где-то вдалеке от дома, девушки, я думаю, меня поймут на каблуках. Весь день проходить с огромным количеством каким-то тяжеленной косметики не радует совершенно. Зажисты правы. В косметике Golden Rose есть много хороших продуктов, но попадаются и не очень. Так что я считаю, что за такую цену можно пробовать, особенно летом. Летом можно больше экспериментировать с цветами. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. И, пожалуйста, отметьте его пальчиками вверх, если оно вам понравилось. Поделитесь с тем, кого это может понадобиться. Кто хочет сэкономить на косметике и, может быть, не приобретать люксовые, очень дорогие средства, которые очень похожи по качеству на супербюджетную косметику Golden Rose. Спасибо большое. Всем удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!